И состав у Динамо значительно ровнее, чем у Динамо. В смысле, у московского, чем у Рижского. Это же ситуация, в которой, если это 60 минут игрового времени, 3 периода по 20 минут, соответственно, смена, но считай, 30 секунд. То есть это 120 смен. Да-да-да-да-да. И это всё сейчас, в ту же самую степь. Потому что рано или поздно ты будешь наслаивать свои удачные смены на игроков, которые выступают тебе в классе. И московская Динамо, забросив вторую шайбу, сейчас, скорее всего, решила судьбу этой встречи с точки зрения того, насколько уверенно хозяева себя поджеркнули. А забросив третью, ставит перед рижанами очень сложную задачу. Хотя Александр Халаров наверняка напомнит, что московская Динамо ввело большую часть предыдущего матча в Москве в одну шайбу, а в итоге был овертайм, и там выговорим. Но, тем не менее, Динамо московская догнала Динамо Рижская, а теперь и ушла вперед. И это человек, про которого мы говорили, что он может, но и он может. Он забросил свою сотую шайбу в континентальной хоккейной линии. Ну и ты спрашивал, да, во втором периоде, где лидеры московского Динамо вот так. Шипачок выиграл в классовании, хотя ему передачу в этой ситуации не запишут, потому что там, насколько я понимаю, ни Кулина, ни Лидер.